Дальше режим труда, отдыха, правильное питание. Это глубокая тема, и распределение своих сил по времени, правильная ориентация во времени, что важнее сейчас делать, что менее важно, это очень важная и глубокая тема. Очень важная и глубокая тема. Пожалуйста, изучайте ее серьезно, потому что часто люди думают, да некогда мне молиться, мне надо готовить детям или еще что-то. Поймите, что когда вы все изучили, вы все поняли. Вот, допустим, бывает такое, что, допустим, вы влюбились в кого-то, вы не замужем, не женаты, вы молодой человек, и вам надо идти на свидание вечером, допустим. Может быть такое, что у вас нет времени идти на свидание? Конечно, нет. Все равно вы найдете время идти на свидание, по-любому. Только запомните, свидание с парнем и с девушкой красивой делает счастливым человека на несколько лет, а свидание с Богом навечно делает человека счастливым, навечно. Если вы с утра к Богу бежите помолиться и свидание с Ним устанавливаете, любовь к Нему свою увеличиваете, тогда это и в следующей жизни вы вспомните, и в следующей жизни эта память неразрушима, она никогда не разрушается, она вечно потом остается с человеком. Это я вам точно говорю на 100%. Сколько бы у вас в этой памяти не было духовной отношений с Богом, она в следующую жизнь останется с вами, а девушку свою вы забудете в следующей жизни. Я сильно концентрировался на своем любимом дедушке, чтобы понять, куда он попал. И увидел, почувствовал, что он родился где-то в Китае, меня не помнит, никого не помнит из своих родственников, и живет в другой китайской жизни. Но все, что у него было хорошего внутри, все осталось с ним. Характер остался хороший, вера осталась, все это осталось, все, что было вокруг, поменялось. Понимаете, вот пройдет немножко времени, у нас все поменяется, что вокруг нас. Мы же здесь не навечно на эту землю, ну, в это тело вот попали, а все, что мы усвоили, связанное с Богом, и чистотой, духовностью, характер человека, чистота его, все это остается с ним, ничего не теряется. Это мой опыт. то, что я вижу из своей внутренней жизни, вижу тех людей, которых я прослеживаю дальше, как они живут. Все остается. Когда человек изучает тему режиму дня и правильного питания, а правильное питание — это глубокая вещь, сначала человек изучает тему правильного питания, он начинает понимать, что питаться надо вовремя и правильно. Ну, правильно означает съесть столько, сколько можешь переварить. Вот я, допустим, у меня очень сильный огонь пищеварения, сильный аппетит. Мне надо есть много, чтобы я был удовлетворен после еды. Неудовлетворенным выходить из-за стола опасно, потому что потом опять набросишься на пищу через некоторое время. Надо быть удовлетворенным. Не надо много съесть. Но много есть несколько раз в день опасно. Поэтому я ем один раз в день. Наелся в обед и забыл. Ну, вечером чуть-чуть фрукты. Но это не значит, что вы все точно так же должны питаться. В основном мужчины должны реже питаться, а женщины чаще. Потому что у женщин огонь пищеварения слабее и более чувствительным. Женщина, она голодной становится мгновенно. Чуть-чуть съела и сразу мгновенно стала сытой. Поэтому чаще надо есть в женском теле. В мужском может быть пореже. А иногда бывает огонь пищеварения у мужчины слабый. Тоже чаще приходится есть. Понимаете, это самый первый этап знания, познания, что такое пища. На втором этапе человек начинает разделять пищу более чистую и более грязную. И на этом этапе он отказывается от мяса. Сначала человек отказывается от грубых таких, от мяса с высоким интеллектом. Высокоинтеллектуальное мясо – это мясо домашних животных. Коровы, козы и так далее. Отказывается от этого мяса. И в основном ест там рыбу, креветки. Чувствует, что это безопаснее для судьбы. Потому что на этом этапе человек начинает чувствовать, что поев это мясо таких домашних животных, он становится депрессивным и негативно настроенным. Ну то есть, понимаете, осквернение начинает человек чувствовать от этой пищи. Но от рыбы еще не чувствует. Потому что рыба – менее организованная форма жизни. Она меньше страдает от того, что оставляет тело. Растения вообще не страдают. Потому что растения, жизнь в теле растения – это сон без сновидений. Веды описывают, что есть разные формы жизни в зависимости от покрытия эгоизмом живого существа. Чем больше эгоизма, тем меньше развитости сознания, тем меньше разума. И растения, у них разум спит. И они даже себя во сне не видят. Не видят, не понимают, что они живут в растении. Поэтому растение обрезаешь веточки, и оно еще сильнее начинает расти. Оно пробуждается чуть-чуть и лучше растет. Поэтому садовники знают, чтобы растение долго жило, дерево, надо ветки обрезать. И тогда дерево лучше растет, дольше живет, пробуждается. Постепенно, когда более развитые формы жизни, пробуждение начинается сначала в уме. Разум пробуждается только в человеческой форме жизни. И то не у всех. Каким ты был, таким ты и остался. Сначала пробуждение ума происходит. То есть ум просыпается, самая первая форма жизни, вот эти вот креветки, веселые медузы, им похожи на арбузы. Вот, там только страх. Это ощущение, что ты куда-то попал, и страх просто у живого существа. В это время есть только страх в глазах. Глаза — это зеркало ума. Посмотрите домашнее задание рачкам всяким там, медузам в глаза. У них страх только в глазах, и все. Больше ничего нет. Следующий уровень развития — рыба. У ней в глазах есть страх и интерес. Медуза и все по барабану. Она просто плывет, и все. У нее нет интереса, только страх. Но рыба, она уже как бы изучает. У нее страх, и она такая... Интересно, куда попало. Становится интересно. Потом дальше следующая форма жизни — это ящерицы, вот эти все присмыкающиеся. У них появляется, ну как бы... У них появляется, кроме интереса и страха, в глазах еще энтузиазм. Они такие... Ну то есть они такие уже, как бы, энтузиазм появляется, они начинают как-то двигаться. Следующая более развитая форма жизни — это птицы. У них появляется оптимизм. Уже. Ну то есть они чирикают, поют, что-то там чебечут, тоже энергия любви начинает двигаться. Но если посмотреть им в глаза, то в глазах страх. В голове поют, а в глазах страх. Следующая форма жизни — это уже дикие животные такие, травоядные. Потому что хищники — более развитая форма жизни. Травоядные животные — зайцы. Я видел зайца рядом с кошкой. Кошка, она такая, и трется там, такая, проявляет любовь как-то, ну, такая, интерес. Она как-то глазки строит. Ну то есть ум развит очень у кошки. А зайца, он... Сидит, и никакого интереса, ничего. Ну то есть вообще по барабану. Кто тут рядом? Если его гладишь, он такой... Чувствует счастье. Потом ушел опять. Сидит, что-то жрет. Ничего не соображает. Хищные животные, они такие угрюмые, такие волки угрюмые, такие серьезные. Только желание еды, чувство самообороны, стадное чувство, чувство превосходства у них вот развито. Но собака вроде бы похожее тело на волка, но совсем другое сознание. Развитое сознание гораздо выше. Она уже... Она верна хозяину уже, то есть она улыбаться может. Вот. Ну то есть у нее много вариантов поведения уже. Это самая развитая форма жизни уже, домашние животные. Веды говорят, что те животные, которые дают молоко, из них рождаются люди в благости. Те животные, которые... Просто домашние животные, которые живут как кошки и собаки, они рождаются в страсти, люди в страсти из них. А из обезьян рождаются люди в невежестве. Понятно? То есть это следующая форма жизни. Домашние животные — это те, кто потом людьми становится. В следующей жизни. В недоразвитых народах. Увезу тебя в тундру, увезу. Вот. Вот. Продолжение следует...